Уголовные дела Это для вас особый случай Все Слушаем Что происходит? Вы где? Зинаида Петровна Эй! Чего носишься? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло Пушкинская 12А Квартира 4 Убийство Какая фамилия? Алло Алло, повторите адрес Алло, алло, девушка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо Дело об убийстве линеколога Козуб Да А ну-ка проверьте меня Она профессор медицины Так Знак почета красной звезда и боевого красного знамени Верно Командовала санитарным поездом Муж Полковник медслужбы Хирург Оба прошли войну В 45-м В Германии Служили при генерале Крюкове Это же тот генерал, которого Судили за мародерство Тот самый И заметьте У жертвы ее супруга Между прочим Дом Полная чаша Ну, значит Ограбление Что за ограбление? Дом военный Вон КПП Что отсюда вынесешь? Ну, например, что-то маленькое Но ценное Ну, мимо сержанта не пройдешь? Следователь прокуратуры Бавей Кожан Уголовный розыск Здравия желаю Ну-ка, юноша, подробно Кто может пройти? Как проверяешь? Ну, вообще-то я докладываю Только начальнику смены Вот начальнику и докладывай А мне на вопросы отвечай Проверяем обходящие документы Ну? И кто проходил? Виноват Недавно заступил в караул Через минут 15 сменщика верну Как вернут сразу наверх Так точно Ну что ж Пойдемте посмотрим Что криминалист скажет Ну что Убил кто-то из знакомых Потому как следов взлома нет А тут бабка надвое сказала Телефонный провод и звонок отрезаны Козуб открыла и перерезала Домработница, соседи Соседей на месте нет Домработницу везут Звонившую установили? Вот, матюха и займется Ну вот Как без зацепок, так сразу матюха Вань, давай, не плачь Пройдись по таксофонам Которые поближе Да разузнай все Хвастайтесь, Андрей Геннадьевич А нечем Убили козуб скальпелем Рассечены сосуды Умерла быстро На скальпе повреждения Вырваны клочки волос Время смерти Судя по температуре тела И скорости охлаждения Убийство произошло в промежутке С тринадцати до пятнадцати часов Насчет ценностей тут порядок Квартиру могли по наводке грохнуть Кстати А где муж? Пусть посмотрит Вдруг что пропало Уже едет А что за специальностью козуб? А вон гляньте-ка Вещица на полу рядом С орудием убийства Со скальпелем Что это? А это абортцанг Абортмахершей была Ваша козуб К началу пятидесятых годов До девяносто процентов Абортов в стране Проводили подпольно Найти врача Который согласился бы На это задача Архисложная Специальным распоряжением Медикам запрещалось Выносить инструмент Из больницы За незаконный аборт Давали до трех лет Тюремного срока От безысходности Женщины прерывали беременность Самыми варварскими способами Это продолжалось Вплоть до 1955 года Легализация началась С письма Некой гражданки Копыловой К председателю Верховного Совета СССР Оно начиналось словами Мне нужно хоть немного отдохнуть Ведь я не машина Выпускать в год По двое детей Три года врачу А пациенту что грозило? Штраф 300 рублей Это много? Ну смотря с чем сравнивать Средняя зарплата по стране 700 рублей Не понимаю Почему тогда Сообщившая об убийстве Сбежала? Чем она рисковала? Она рисковала Записью в анкете о том Что привлеклась к ответственности Крест на карьере Как минимум А потом вы уверены Что это не она убила? Ну да Останешься На тебя либо труп повесят Либо аборт А сбежишь Виновно Значит говорите Подпольный абортарий Подождите А как она оперировала? Инструменты же из больницы Выносить запрещено Это верно Но ответ перед вами Артем Вы посмотрите На орудие Преступления На борцах Или на скальпеле А вижу клеймо Хаупнер Трофейное Вот именно Значит на учете В больнице Не состояло Ага Андрей Геннадьевич Можно? А да Пожалуйста Там отпечатков нет Как и на скальпеле Так Так Надо Надо бы узнать чей инструмент Козу пили кого другого Возможно убийца Вещица видная Скорее всего набор инструментов Кладия Ивановна Прихожей возле телефона Журналчик нашел Судя по всему Списки подпольных клиентов Хорошо Так что ж хорошего Последние-то листы Вырваны Предусмотрительно Значит так Вань Давай-ка Прошвырнись-ка ты По округе По мусорникам По урнам Да-да-да Вань Чтоб все проверил И Листочки искать Такие же Как из журнала Разрешите выполнять Выполняй Так А это что такое Андрей Геннадьевич Ой Это я забыл В портфель не положил Это на полу нашли Там внутри буква П Угу Так Убитую нашу Зинаиду зовут Значит не ее Тогда чье Ну это уже не ко мне Ммм Клаудия Ивановна Домработница Лышко И младший сержант Он дежурил до 16 Как вас зовут Галя Галина взгляните Вам знаком этот инструмент Понятно Пройдите-ка По дому И взгляните Не пропали ли Какие-то вещи Так Теперь с вами Младший сержант Расскажите Как посторонние попадали В квартиру Козуб Как и ко всем Говорили фамилию Я набирал квартиру Подтверждал А хотя У меня с Козу Была особенность Какая Только не говорите Что это я сказал К ней иногда приходили Женщины без фамилий Нас предупреждали Мол придет такая-то Пропустить Ну и сколько же Сегодня таких было Сегодня две Лет по 25 Обе Физиономии не запомнил Хотя У последней Была родинка Над губой А у первой На руках Мех белый Здравствуйте Я Козов Фамилия Крольчиха Времени не отмечаю Незачем Хотя Последняя Выбежала Около Полчетвертого Как раз Под конец Дежурства А предпоследняя В три Это получается Первая Была до часу А вторая А пес его Ну прошло где-то Часа два Я не записываю Поймите Незачем Приказа нет Скажите А та Которая Последней Выбегала Это та Которая С родинкой Или с муфтой Муфты не было А насчет родинки Не скажу Быстро Как торпеда Пронеслась Не разглядел Кто еще приходил Между часом и тремя Товарищ полковник Муж Убитый Этот где-то Между часом И двумя Пробыл недолго Вышел Со светлым чемоданчиком И уехал Ну что Вещичек Не достает Каких Алмазный браслетик Столовое серебро Набор на 24 персоны Ну и письменный прибор Из кабинета полковника Трофейный Стой здесь Жди Понял Товарищ полковник Не то Что это за помойка Кто спрашивает Полковник Козуп Тут Преступление Произошло Товарищ полковник Какое? Не могу сказать Вы Поднимайтесь наверх Так вы говорите Муж Был с чемоданом Он в командировку Собирался? В чем дело Товарищи Мы летим внизу Нас что Обчистили? Товарищ полковник Товарищ полковник Товарищ полковник Сядьте Присядьте Галина Стакан воды Принесите Уголовный розыск Товарищ полковник Вспомните Когда Последний раз Вы видели Свою супругу Живой Последний раз Я заходил За бумагами С этим портфелем? А вот Товарищ Вас видел Выходящим Со светлым чемоданом Ой Я уже не помню Слушайте Ну что вы Эрундой занимаетесь Кто Зину убил? Мы как раз С этим сейчас И разбираемся Гражданин А вот Галина Утверждает Что из дома Пропали Драгоценности Столовое серебро Галя Ты все путаешь Все уже давно В комиссионке Деньги понадобились Задаток за машину Вчера еще все было Да молчи, женщина Солдат все путает Я заходил За портфелем Хорошо Взгляните Инструмент Вам знаком? Так Этим Зину? Нет Не знаю Разберемся Скажите Мы могли бы Осмотреть ваш кабинет Товарищ полковник Откройте пожалуйста Стол Нет ключей Стол трофейный Секрет И за девять лет Вы даже не поинтересовались Что там внутри? Да Я не знаю что там Прошу так и записать Не знаю Вот так и запишем Скажите При вас Стол открывали? Нет Ну мне особо И не разрешали Сюда заходить Трогать нельзя Вещь старая Дорогая Слушайте Ну взять лобик И вскрыть-то делу Артем Ломик Старинное бюро Ой Ну ладно Давайте тогда Рассуждать логически За девять лет Стол хотя бы раз Но открывали Логично Логично Так значит Нужно что-то Ну что-то наверное Нажать Или Покрутить Ну Вот А вы говорите Домработница К столу не допускали Ну вот он И ключ Ну так Откройте секрет Ну поймите Смотрите Богатому человеку Ему же Ну не с руки Лазить по столу И искать Какой-то рычажок Значит в доступности Сидячего человека А теперь Посмотрите Вот на эту фотографию Вот сюда Видите эту ручку Тут ручка какая-то Вот это да Золингеновские Ну что полковник Андрей Геннадьевич Что за ампулу Что за ампулу Морфин Откуда Ладно Она иногда здесь оперировала В собственной квартире Найдена убитый Врач-гинеколог Зинаида Козуб Ей перерезали горло Трофейным скальпелем Дом В котором жила Зинаида Находился Под ведомственной охраной По словам домработницы Из квартиры пропали Драгоценности Антиквариат И столовое серебро Незадолго до смерти В квартиру приходил муж Убитый А также две незнакомые девушки Предположительно Пациентки Выяснилось Козуб Делала на дому Подпольные аборты По договоренности с врачом Охрана не проверяла Документы У посетительниц Кто мог иметь доступ К инструменту? Домработница Могла вскрыть Понятно Андрей Геннадьевич Откатай-ка пальчики У хозяина квартиры И у домработницы А затем сравни С теми, которые на ящике Простите А я тут при чем? Ваша супруга была убита В промежутке времени Между часами тремя В это время Вы были в квартире Так не только я Я потом ушел Здесь девушка находилась Она была на приеме Пусть она идут И она вам скажет Имя пациентки Нам неизвестно Свое имя внизу Она не называла И к тому же В журнале посещения Вырваны страницы А возможно и вами Чтобы концы в воду Попрошу вас Я тоже вас попрошу Предельно точно Вспомнить время В которое вы покинули Квартиру Вместе с чемоданом С портфелем Ах так Не хотим, значит Идти на сотрудничество Нет Ваш водитель внизу? Да Мы остаемся Вы водитель полковника Козуб Поговорим? Не положено Где полковник? Скоро выйдет Это как суд решит Шутите? Какие уж тут шутки Обвинение в убийстве Зарезана женщина Вынесены ценности Давай-ка рассказывай Как полковника по городу возил Не могу разглашать Ты что, мальчик? Думаешь, я играю? Давать показания Твоя прямая обязанность Или тоже в КПЗ захотел Спрашивайте В котором часу Полковник из дому вышел В руках что держал? Вышел, значит В 13.25 Я на часы посмотрел В руках Держал Портфель Нет-нет Чемодан Светлый такой С черной ручкой Не спать, Мартой Динка Виноват К Луриеву давай Луриев Это кто? Это начальник госпиталя Мы там час проторчали Так, хорошо А теперь вспоминай Полковник К Луриеву С чемоданом заходил? Да А выходил с ними Или без? Без Хорошо Значит так Вези меня к этому Луриеву Повторить? Вы кто? Уголовный розыск Так куда же вы пошли? Матвей Ильич У нас тут уголовный розыск Так задержите ее Ну так она уже пошла Дура Угрозыск Майор Кожан А что случилось? Убита жена полковника Козуб Из квартиры вынесены ценные вещи Столовое серебро На 24 персоны Алмазный браслет Ба Да вот же Вещица из того списка Письменный прибор Что вы хотите? Правды Генерал Откуда у вас в кабинете Улика по убийству? Не для протокола У нас сегодня комиссия Изглавка А у него Недостача морфинов Я уломал комиссию Они согласились промолчать А за молчание Серебром взяли Значит это для комиссии? Да Жаль боевого товарища Морфин продавал? Если бы Зависимость Еще с фронта Пристрастился Пристрастился Допинг на фронте Вещь привычная Кто-то боролся С запредельными нагрузками Наркомовскими Ста граммами А кто-то Подсаживался На тяжелые наркотики Морфины Опиаты Метамфетамин Вермахт потреблял Около Трех с половиной Миллионов таблеток Первитина В год От генштаба До пехоты Сам Гитлер В 45-м Принимал 10 таблеток В сутки Спрос был Так высок Что выпускали Даже шоколад С начинкой Из медамфетамина Не отставали И союзники Американцы По Ленд-Лизу Перебросили на фронт Около 40 миллионов Таблеток Психостимуляторов Вот чистосердечное Признание Начальника военного Госпиталя Луриева Читайте Читайте Не мог он Такого написать Мог? Читайте Читайте Матюха Не объявлялся Прочесали В северном направлении Все кварталы Ничего Сейчас на южном Ищут бумаги Чемодан Я привез В Луриево угрожали? Павел Иваныч Хватит Надоели уже Чемодан у Луриева ваш И сегодня вы вынесли В нем ценности из дому Не сегодня Нет Именно сегодня У него в кабинете Чемодан А в нем Помятая газета С номером вашей квартиры За сегодняшнее число Вы в нее серебро Заворачивали Не помните? Прекратите врать И давайте уже сотрудничать Мне нечего вам сказать Зачем мне Убивать мою любимую жену? Ну что ж Версия такая Проворовался Решил дать На лапу инспекции Денег нет Решил дать серебром Приехал домой А жена против Ну Крики Скандалы Нервы сдали Полоснул по горлу Взял чемодан И уехал Да не убивал я Ну не убивал я А ну встать немедля Вы же офицер Да Чемодан и я принес Но Зина Жива еще была Там девушка сидела Вот там кое-что интересное Клавдия Ивановна Вот посмотрите Ну что матюх Молодец Прям к ордену Переставить можно Да это не я нашел Вот он наш герой Лейтенант Чистилин Участковый Смотрите Вот тут кровь И вот там на диске Это что получается Барышня отсюда нам звонила Судите сами Сейчас холодно Тут ходят С голыми руками Кровь на руке не заметила Была взволнована Посмотрите Там в прорези Диски Кровь Какие были набранные цифры Последние Ноль два Ай да лейтенант Молодец К себе заберу Ну а у тебя Иван что Да мы тоже Не на печи лежали Вот нашел Вырванные листы Журнала Посещений Жертвы Давай-ка Так Тринадцать ноль ноль Польза 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 это имя Помним По Ленина Льзаветы За Польза Имя Редкое в то время Я просто подумал Если найти эту самую пользу Тогда можно понять Есть ли алиби у супруга убитой Ну думаю Десятка два три Польз в Киеве Было в то время Ну тогда Если я правильно запомнил Показания У Тепова То именно у пользы была муфта А у другой родинка Да? А почему не наоборот? Ну Потому что Почему? Почему? Да потому что Судя по всему Операция была первая Следов предыдущих Никаких Сначала выходит польза А вторая Через полчаса Значит Умить могли обе За двумя зайцами гонитесь? Да нет Просто Муфта Более перспективная Версия В те времена Этот предмет Встречался часто Да вы что? Белое Из песца Это для дамы Из высшего общества Да Вы помните Гурченко В карнавальной ночи Шик Ну да Ну а вы знаете Артем Вы верно Ухватили деталь Ну И что же мы здесь делаем? На месте Всегда нагляднее Клавдия Ивановна Начнем с малого Женщина Которая лежала на столе Шатенко Волосы красят Перегидролем Ну перманент Воду дружил Так полки воходят Вань Не умничай Лучше изобрази-ка ты женщину Ложись Писун Ты чего думаешь? Ложись 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 Давай-давай Вань Вот Как все Было Судя по направлению Брызг крови И вытянутости форм Козуб Стояла Тут Полоснули скальпелем Глубокое рассечение Профессионально? Или просто сильное движение Но в пользу вашей версии Есть один аргумент Муфта А это такая Завичья штука Писовая, Вань Писовая Да какая разница? Верно На подкладке Кроме следов пота Обнаружены частицы талька Следов много Старые и свежие Также частицы талька На столе И на простыне Это неудивительно Она ведь там лежала А что по разрезу? Думаешь Действовал кто-то опытный? Ну Не хочу быть как та цыганка С бессарабки Но Резиновые перчатки Вещь абсолютно неудобная Когда их нужно Снимать Но есть один профессиональный секрет Ну давай, Андрей Не томи уже Руки посыпают тальком То есть Аботмахершу Убила врачиха? Ну Или медсестра Или лаборантка Это уже вам решать Артист Так, Вань Нужно всех пульс проверить А там мы посмотрим Пойдем Сделаем Польза Михаиловна Я ведь не ошиблась Вас здесь, конечно, все Полиной называют Но по документам вы Польза Короленко Дочь завсклада ЦУМа И аспирантка кафедры физиологии Мы не знакомы Да? А ведь вы мне звонили Не помните? 25 декабря И номер простой 02 Так что поедемте в отделение? Расскажите нам об убийстве Зинаиды Козуб Я никуда не поеду Я никуда не поеду Тихо, тихо, деточка Вы скальпель-то положите Пока никто не поранился Помогите собраться Нет Ваня, аккуратно Польза беременна Или уже нет? Полька! Что они хотят? Что вам? Я жених Если вы по поводу аборта Не делали мы Передумали Ну что? Обоих вяжем? Вы ведь не убивали Зинаиду? Иначе Тальк с ваших рук Оказался бы в ее волосах Но в квартире были И дежурный вас опознает Да и муфточка белая Ваша? Вот и хорошо Рассказывайте, как все произошло Я пришла в час Подождала Зинаида Петровна Мне сделала анестезию А что происходит? Вы где? Зинаида Петровна Я очнулась Смотрю кровь Потом Зинаида Петровна Убитая Я решила уйти Поймут ведь, что на аборт пришла Зачем неприятности? Оделась, вырвала страницу Не убежала Я потом успокоилась И позвонила в милицию Я так хотела Помочь следствию Да, вы нас только запутали Скажите, когда вы были на приеме Супруг Зинаида, полковник Приходил? Да Я пока ждала На операцию Зина Мне нужна твоя помощь Извините Переодевайтесь Скоро начнем Так, в чем дело? Тарелки у меня забрали Что случилось? 12 тарелок когда было Ты же помнишь, я была... 12 тарелок Сколько это будет продолжаться? Он приехал Весь взволнованный Они о чем-то ругались Кажется, был звук пощечины Да все, все Ты к парке не заработал, дрянь такая Ты не права, Зина! Я тебе за это отопжу Я тебе сделаю Ах, такая Вы готовы? А было это в... Час 20 Я уже тогда отключалась Часы пробили Половину После вас у доктора Была еще одна пациентка Вы не знаете Кто бы это мог быть? На страничках Которые вы вырвали Из журнала Не было больше Никаких записей? Нет Я не знаю Я не помню Да, действительно Вы разминулись Где-то на полчаса Хотя Подождите Может быть здесь Это я взяла У Зинаиды Петровны Журнал? Да здесь же сотни имен Кого искать-то? Я не знаю Она по телефону Разговаривала с какой-то Кенией Они договаривались На 15-30 Кения? Может Ксения? Нет, Кения Она еще удивилась Почему так? Так, полковника списываем Это точно Алиби подтвердилось Остается вот Это Кения Экзотично Что это? Снова какой-то шифр Для дежурного Чтобы не разглашать Настоящего имени пациентки? И как они вышли На эту Кению Ксению? Ну у вас в руках Те же вещдоки Что у сыщиков Думайте, Артем Так, ну это Сто процентов Рабочей записи убитой Имена Симптомы Ход операции Фамилии нет Это понятно Клиентура серьезная Разглашать нельзя Не знаю Вот есть Кое-какие идеи Тут Какие-то цифры 15442 33 0 Но это точно Не телефонные номера Нет, все Я Я сдаюсь Я сдаюсь Быстро же вы сдаетесь Вот так и запишем Вашей амбулаторной карте Это что, номера Амбулаторных карт? Ну да Аборты делала дома А обычные приемы Вела на кафедре Так удобней Ну так это упрощает Тогда дело Нужно изъять эти Амбулаторные карты И просто сверить номера Растете Растете В моих глазах Народу тут закопаемся Это точно Ну что, с прошедшими, ребята Сиди-сиди, Мить Вот вам Пряненькие Трескайте Спасибо О Нужно было бы и молочка За вредность Молоко передовикам А мы кто? А вы что? Кению, что ли, нашли? Ну, чего нет, того нет Пациентки с такой фамилией Нема На Ка все пересмотрели Ну, а сейчас Что смотрите? Проверяем всех пациенток Я на букву А А Митя на букву Б Угу Давайте, что ли, помогу На В возьму Так Угу Не надо Смотрите сюда Непонятно Кения А почему же на Б? А, погодите Это что, у нее новая фамилия, что ли? А старая какая? Баткилина Глянь-ка 26 лет По описанию подходит под нашу Девочку родила 3600 Ай, молодец Да не на то ты смотришь, Иван А на что? Это посмотри внимательно Карточка заполнена Одним почерком Одними чернилами И на скорую руку Документ липовый Вот именно Так что Кончайте лопать пряники Да поехали к этой Жанне Вот тебе и новый кот Пряники забери В собственной квартире Найдена убитой врач-гинеколог Зинаида Козуб Ей перерезали горло Трофейным скальпелем Убитая занималась Подпольными абортами На дому Следствие установило Время смерти врача Совпадает с временем Когда к ней Должна была прийти Пациентка Некая Кения Сыщики выяснили Речь идет о Жанне Баткилиной Которая родила полгода назад Ее беременность В гинекологии вела Козуб Оперативники отправились Домой к Жанне Да я же вас знаю Вы же оперный певец Камский Вы кто? Собственно мне нужна Жанна Аркадьевна Это жена моя Жанночка Тут к тебе пришли из Из уголовного розыска Вы позвольте? Да конечно Только я вас прошу Быстрее У меня же ребенок один Да девчонечка у вас хорошенькая Спасибо Я по поводу убийства Какого убийства? Убита ваш врач-гинеколог Зинаида Козуб Знаете такое 25 декабря приблизительно в час дня Горло перерезали Вот так Какой ужас Ну послушайте Вы что обвиняете певца Камского? Кстати А действительно Почему если вы Камский То вы стали Кенией? Камский это мой сценический псевдоним По паспорту я Кения Это грузинская влюбия Дело в том Что записываясь на прием К врачу Убийца назвалась Кенией Послушайте Мне вообще-то ребенка кормить Так что Ну валяйте Кстати В каком роддоме рожали? В первом Это плохо Когда муж и жена Не могут договориться Или память подводит Что вам от нас надо? Да все бы ничего Вот только женщина Убита Подождите Вы думаете Что это я ее убила? Что это я ей горло перерезала? Вот этой вот рукой? Что вы себе позволяете? Жанночке войну осколком рубануло Не гнуться пальцы Ну Ну Рожали мы на дому Козу потом в роддоме Все у себя оформила Ну Заплатили хорошо Ну это же не преступление Погодите Погодите А как же так получается? Что у вас ведь у обоих глаза карие А у ребенка голубые На что вы намекаете? Кто? Владиво Ивановна Вань Тут соседка говорит Какая-то Даша звонит От Козуб Что? А что это за Даша звонит вам От имени убитого врача? Первый раз слышу Мы не знаем никакой Даши А ну пойдемте-ка поговорим Чего стоим, гражданин пьес? Проходим Пойдем Ваня, ты останься Останьтесь Слушаю Трубку держать так, чтобы я слушала Кения, привет Это Даша Узнаешь? Ребенка отдай Кения Иначе тебе не жить и бабе твоей Вы ошиблись Не надо этого Кения Я знаю, где ее найти Ну что, Кения? Может, пришло время рассказать всю правду? Скрыться к чертям собачьим! Дверь закрыть! Но! Это она, Даша Скажите, почему она хочет забрать ребенка? Вы понимаете, Жанночка после ранения Она не может иметь ребенка Продолжайте А я не могу без ребенка Ну, законы у нас такие Род древний Вам не понять Я попытаюсь понять Вы продолжайте Мы лечились у Козуб Не помогло Она предложила интернат Я был категорически против Мне нужен свой ребенок Так Ну что, папой ты можешь стать Но не от Жаны Как? Что? Не волнуйся, девочка Мы крыльчиху найдем Ну, девку деревенскую Она родит от Жени А я закрою все по документам Да подождите А как же Как она забеременеет? Ну Естественным путем, конечно Даша Ознакомься Я приходил туда пару раз Отходи Она не знала, кто я Там было темно Но мы делали несколько раз Потом позвонила врач Сказала Крыльчиха забеременела Так вы что, не рассчитали с девушкой? Да еще как рассчитался И денег ей дал И в Москве на работу помог устроиться И с общежитием помог так Дверь закрыть! Так чего же она хочет? Вы же ребенка у меня не заберете? Вам же нужна приманка Тихо, сука Я предупреждала Отдавай ребенка Че молчишь? Штаны наложила? Ну что, Даша В КПЗ поедем? Или здесь поговорим? Эх, мать Что ж ты натворила-то? Как же ты ребенка-то своего продала? Это ж за какие такие ковришки? А я только что Б с колхоза вырваться А там, врачиха, знаешь, как мягко стелила Квартиру в Москве обеспечим Работу уже нашли В оранжерее Замуж выйдешь На такую красоту Жених обязательно найдется Ой, извините Быстро поднятая вещь Не считается упавшей Решайся Боязно А если к ребеночку привяжусь? Это же 9 месяцев ходить Привяжешься? Еще одного родишь А кто? Кто родителем ему будет? Хорошие люди Больше тебе знать ничего не надо А жить в кабинете будешь Спасибо Спасибо вам Фамилию я узнала У женишка моего из кармана Выпал читательский Трудные роды Родила девочку крепкую И что обидно даже лица не показала Забрала и все Ты же ребенка своего Летом 52-го родила Почему только сейчас приехала забрать? Можно вас попросить? Ну? Прогуляемся немного Бежать-то некуда А так хоть подышу Подяни скоро в следующий раз Только недалеко Пошли Кукла эта Не заглядывай Так что в Москве плохо было что ли? Или не рассчитались? Рассчитались И комнату дали И работу И парня там себе нашла Ну и что? Врачиха беду сделала И не призналась Девочка эта забеременеть никак не могла Пошла в Москве К хорошему доктору И вот Справка Гражданка Овсеенко Дарья Рубцовая ткань в трубах Результат перенесенной инфекции Что это значит? Прозевала доктор Козуб Девочка родила другим И выяснила Что своих детей Уже не будет Я караулила врачиху После дома на работе Говорю Помогите вернуть дочку Ну а она что? Послала Ты? Ты что Слетишь со мной? А ну иди отсюда Стойте Давайте все назад отыграем Я деньги верну Прошу Знаете я Больше не могу рожать Воспаление Бывает Это все ваша вина Мне сказали скальпель у вас был грязный Что? Может быть скальпель А может быть и нет Ничего не поделаешь Ребенок в другой семье Стойте Вот Верните дитё Убери Живи дальше И не смей сюда приходить И на работу мне не вздумай звонить Пожалеешь Сержант Уберите нищенку от двери Иди давай Убью суку До последнего ее убивать не собиралась Думала просто адрес Девчонки пожалуйста Девчонки пожалуйста ну позвоните Вам что трудно Пойдем Ниналь Насчокнутая какая-то Или еще хуже Шпионка Пароль передать какой-то просит Не говори чепухи Варя Приличная женщина Я позвоню Что сказать? Что ты от Кении Откуда? Это же где-то в Африке Это мужик Грузин он Белия Кения Просто запишись на прием Ладно Алло Зинаида Петровна Меня к вам Кения направил Куды? Я козу по записи Крольчиха А Хорошего дня Дамочка У входа прислушалась Вроде тихо Отрезала звонок и телефон Чтоб никто не помешал разговору Нож сломался Это усложняло дело Не душить же суку Но вспомнила В кабинете полковника Есть набор скальпелей Открыла ключом Зашла тихо Проверила в прихожей Мой приход Журнал не вписан В зале козу поперировала В кабинете взяла скальпель Пару минут подождем И будем начинать Здрасте Зинаида Петровна Она испугалась страшно Выложила всю историю Дала адрес Кении И рассказала про псевдоним Не трогай их Ну это же Ну это было Твое решение Это твоя вина Моя? Это для тебя Мы крыльчища Еще нарожаешь Гимнастика для молодухи Ты хоть раз рожала Ты только убиваешь Да ты посмотри на нее Да она когда в себя придет Не будет руки целовать Когда от плода избавится Не будет сука Ну в общем Когда адрес получила Выяснила телефон соседей Ну это мы уже знаем Присутствовали Это она? Дочка? Да Ты хоть дичем Напоследок повидала Забирай Ваню Дело было громкое Но Даша в каком-то смысле Повезло Потому что Смертную казнь За убийство С отягчающими обстоятельствами Вернули только В апреле 54-го года Так что 10 лет Лишения свободы А супруги Кения? Осудили на 3 года Ребенка в детдом Там и до 12 лет Воспитывалась Родная мать вышла И забрала к себе? Да Вот такой Особый случай Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин